Приветствую вас, друзья мои! Сегодня 16 марта 2024 года и мой анализ дня для вас. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это хороший день. Действие этого дня – пробуждение, тем более, что это седьмой день Луны. И если мы возьмём в целом дату 16, то это семёрочка. Правда? Это партнёрство. Здесь самое главное – быть хорошим партнёром. Ещё разочек напоминаю, что 2024 год у нас – это год кармический, это высокосный год. И в целом 2024 год – это восьмёрка, то есть восьмая заповедь Христа. Не укради, не убей, не прелюбодействуй. Ну и, конечно же, не делай зла ближнему. Это очень важно. Ну и опять немножечко нумерологии. Если мы сложим все даты 16 марта 2024 года, мы получим 18. Единица – это лидер, это некая жёсткость. Но восьмёрка в целом – это уже кармическая дата, да, цифра. Но восьмёрка – это ещё вселенная. Это попытка завладеть всем, что я вижу перед глазами. Ну а если мы 1 плюс 8, мы получаем девятку. Жаль, очень жаль, но в эти периоды мы будем видеть людей, даже группы людей, которые будут жить, знаете, как песочные часы. Мы делаем всё во благо, мы делаем всё во благо. И делают, как говорится, свои чёрные дела. То есть девятка может быть и шестёркой. Ну, во-первых, шестёрки у кого есть в штрих-коде шестёрочки. Друзья мои, будьте крайне осторожны. Крайне-крайне осторожны. Очень много шестёрок – это 1966 год или 1900, например, 1966 год. Точно. В штрих-коде есть шестёрки. Эти шестёрки, конечно же, могут, как говорят, завалиться на бочок. А это уже будет сложно. Почему? Потому что, помните, шестёрка – очень хорошая цифра, дата. Но шестёрка, она подразумевает, что я не думаю. Я вообще тем, чем думают, особенно в критических ситуациях каких-то, или в попытке что-то где-то, может быть, захватить. А у шестёрок будут такие возможности. Конечно же, Вселенная многим даст по рукам, может быть, по мозгам. Я уж тут не знаю. Не обижайтесь, дорогие мои. Иначе я не смогу донести до вас ту информацию, которой владею сама. Поэтому будьте, конечно же, крайне-крайне осторожными. Осторожными. Потому что, ещё раз повторюсь, если мы 16 марта 2024 года всё сложим воедино, мы получаем цифру 18. Ну, лидеры, конечно же, лидер, он всегда жёсткий, он может быть агрессивный. Ну, а восьмёрка – это вся Вселенная. И восьмёрка, она может давать некую зацикленность. И вот в этой зацикленности мы сейчас пребываем все. На этом я, пожалуй, закончу. Скажу только, что 18 плюс 1 – это девятка. Девятка – это духовность. И действие этого дня, а это седьмой день Луны – это пробуждение. Жезл, петух, роза ветров. Надо быть готовыми к лозунгам, к каким-то призывам. Вообще люди, которые могут выходить на арену и к чему-то призывать, они будут считать, что они выполняют функцию Архангела Михаила. Мистика. Время для работы со стихиями, с духами природы. Кстати, это день молитвы, вербальной магии. Этот период связан с более глубоким использованием мантр, но здесь рекомендуется молитвы. Неблагоприятен этот день для молитвы противоположной. Я всегда говорю «низкая программа» и «высокая программа». Поэтому, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Кстати, это тот день, когда нельзя лгать. Если не умеешь работать вербально, лучше помолчать. Иначе могут заболеть лёгкие, например. Это день заботы о книгах, о записях. Скорее всего, что в этот день мы можем услышать, может быть, о каких-то раскопках, о каких-то рукописях. Ну, где-то что-то однозначно мы с вами должны услышать. В этот день можно и нужно выполнять осаны на руках, учиться говорить, освобождаться от грязных слов, от слов-паразитов, от каких-то матов. Желательно, чтобы в этот день были бы приключения какие-то. Хотелось бы, конечно, чтобы они были хорошими. Нельзя в этот день есть куриное мясо, яйца. Нельзя бить посуду. Не рекомендуется также рвать книги, бумагу, письма. В социальном плане день очень активный, удачный. Неудачный этот день для преступников и для людей, у которых, знаете, как говорится, говорит одно, а там где-то вдали, да, на дне мозга, если он там есть, совершенно другое. Это день серьёзных провокаций, которые могут доходить до преступлений, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. В бытовом плане хорошо покупать вещи, хорошо, кстати, жениться. Именно жениться. Ну, значит, и замуж выходить. Очень плохо увидеть во сне боевого петуха. Это знак быстрой какой-то катастрофы, которая может произойти в жизни человека, увидевшего сон или в жизни его близких. В плане здоровья надо обратить внимание на лёгкие, так как в этот день можно легко простудиться. Этот день удачен для хирургических операций, но он также наименее благоприятен для вырывания, например, зубов. Любой прогноз, который является общим, например, для именно этого дня, в частности, вот 16 марта. Ну, а у каждого человека он может проигрываться по-своему, имейте в виду. Что касается маленьких, которые могут появиться именно 16 марта 2024 года. Это люди поверхностные, неуёмные сборщики сплетен, зато они будут крепкими здоровьем, и таких людей называют флюгерами. В плане зачатия, ну, ребёнок будет защищать справедливость, может стать, например, оратором, врачом, учёным, активным и здоровым человеком, если не будет обманывать. То есть ложь противопоказана. Поэтому если у кого-то родятся детки 16 марта, именно этого года, учите их честности. Эти детки, которые будут зачаты именно 16 марта 2024 года, будут много путешествовать, но их будут подстерегать опасности в дороге. Ну и, конечно же, медитации. Что касается медитации, то здесь показано дыхание. Если у вас нет никакой программы, то есть вы никакие методы не используете, просто подышите так, как умеете, глубоко, красиво, расслабьтесь. Ну, а я желаю всем мира, добра и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok